всем привет друзья как слышно как звук дайте обратную связь чтобы эфир был хороший вот сразу алексей подождем алексея как раз что присоединился сегодня мой хороший друг алексей папин один из ведущих профессиональных боксеров россии круизер в эти поэтому сегодня посмотрите будет интересно лёху я знаю давно он из кикбоксинга мастер спорта россии мастер спорта международного класса мастер спорта чемпион мира чемпион европы по кикбоксингу поэтому думаю будет что услышать что рассказать все слышно хорошо тогда подсоединяем алексея алексея заявку кинешь или мне тебя подсоединить привет вреду вижу на опыте уже знаешь это обычно договариваешься с друзьями они тоже на карантине только начинают осваивать инстаграм там это как здесь выйти выйти в эфир какую кнопку нажать ты уже сразу на самом деле первый раз у меня именно так и было когда я первый эфир проводил с бупасом договорились я говорю давай в эфир выйдем прямо сейчас я говорю да прямо сейчас я гранд давай ты заходи выходи а я к тебе зайду а или или наоборот я как принять как-то пустить я так особо-то и не разбирался до этого но вот я прочь и говорю что сейчас для спортсменов это новый такой виток в развитии развития в технологиях знаешь все теперь знают как прямые эфиры вести как присоединяться как общаться на самом деле у меня этот опыт ну по подольше именно но не прямой эфиры в инстаграме а skype потому что одну я сюда уехал какое-то время не мог с друзьями долго видеться и бывало и у меня был рекорд 10 или 14 часов короче мы сидели в skype разговаривали то есть какой-то новый год был и вот мы прям заниматься да да там но как бы весело поэтому я уже так немножечко привык таком общении знаешь но от скуки при вот думаю соскучился по по друзьям по товарищам это думаю хоть так разговаривать буду тем более мы когда пересекаемся быстро все на коротке обсудим с тобой с другими но моими друзьями а поговорить вот что-то узнать я так и не успеваю поэтому а здесь такая возможность сколько вопросов тебе позадаю в первую очередь где-то я знаю что большинство вопросов они уже измыты у тебя уже что есть шаблон который ты ответишь но все равно это с чего-то надо начинать и чтобы люди люди знали где ты соскучился ли по тренировкам именно по тренировкам в зале потому что так потренируешься все видим я сейчас нахожусь за городом у родителей московской области вот здесь частный дом и поэтому конечно здесь раздолья по сравнению с теми людьми кто проходит эту самоизоляцию в квартирах я здесь спокойно вышел с собаками на поле там погулял здесь у меня ну вышел на своей территории тоже у меня там турничок брусья все есть и сейчас я себе начал оборудовать зал в подвале я как раз оторвался от работы пока приехал племянник мы с ним делаем стяжку сегодня две с половиной тонны спустили вниз песка бетона уже нет тренировочка прошла тренировочка да такая приличная прошла знаешь как вот смотришь там старые видео ребята кто-то выкладывает выкладывают видео там с тренировками со старыми все равно тянет тянет потренироваться но тренирую здесь как бы в принципе у меня все есть все для этого есть и мешок есть и штанга есть гантели все что нужно не хватает только боев именно вот реально реально боя хочется очень боксировать хочется добиваться новых каких-то вершин сколько ты уже без поединка когда прошел твой крайний бой в августе будет год уже вот так вот как раз мы к этому вернемся вот я хотел бы поговорить вот сейчас такой ситуации в боксе что ты не первый раз простаиваешь по по многу ну и именно как это сказаться на тебя ну скажи ты больше вот сейчас ты за городом ты больше сельский житель или все же городской вот тебе нужна квартира суета нет я вообще здесь спокойно и очень комфортно себя чувствую не знаешь как мне пока что есть чем заняться по дому именно по строительству опять же семья здесь рядом жена ребенок и мне очень комфортно родители опять же здесь рядом когда я уже рассказывал когда у меня идет подготовка я уже на время подготовки туда ближе к залу живу в хостеле один при зале хостел еду на выходные к семье от семьи к родителям меня получается такой треугольник тут москва рио там домодедово и мне получается постоянно приходится кататься вот так вот накатываюсь устаю конечно от этого а здесь у меня все вместе все рядышком и зал здесь оборудовал вообще кайф по мне хоть пускай ко мне сюда на спареньке приезжают вот я прочее на форме все нормально не думаю что многие сейчас как-то знаешь вот мы смотрим там допустим канал иногда тренируется не такое как амбарного типа зал ну который находится в гараже что многие профессиональные боксеры либо спортсмены у кого позволяет условия что они сейчас тоже дома останутся или все ли все же атмосферу зала не заменить я думаю что атмосферу зала не ничем не заменить когда все вокруг тебя пашут это тебя так подстегивает знаешь рядом с тобой стоит парень колотит мешок так а ты знаешь ты не даешь себе спуска ты тоже не можешь ну не можешь себе позволить вот этот пуск себе дать и кстати там где-то еле-еле чуть-чуть бить то есть он тебя подзаряжает своей энергией и все это вот это вот вся энергетика которая за меня на опять же тренера у него много спортсменов и он не может разорваться допустим приехать ко мне здесь меня потренировать поехать к себе зал тренировать кого-то еще была бы такая возможность был вообще супер опять же в комфортных условиях бы находился питался как я нормально а не то что знаешь что себе приготовил или где-то в кафе поел или еду заказал вот а здесь ты дома когда конечно в этом плане намного удобно как ты вообще вот рассматриваешь если у тебя такие такая работают как знаешь там 10-20 раундов на мешках вот именно когда-то один с мешком вот находишься знаешь как у меня работа чуть-чуть иная на мешке тоже длительная достаточно но не по раундам мы работаем на мешке 40 минут без остановки ну это вот сколько процентов от темпа от максимального темпа слушай ну я стараюсь держать распределять так чтобы не хватило на 40 минут то есть я где-то газону где-то газону откупированный быстро удары побил хоп я чувствую я задышал чук-чук начал потихоньку накидывать хоп чувствую нормально опять бам-бам-бам но в этот момент я бью в перчатку который каждая которая из них весит по полтора килограмма это со специальными утяжелениями и утяжелителями сверху делаешь или берешь в руку либо это прямо перчатки такие перчатки да то есть их мне товарищ подарил я больше таких не встречал что за фирма если интересно ну просто интересно для себя больше я тебе скинул у меня они наверху находятся сейчас просто не все хорошо не просто интересно потому что знаешь есть отягощение которые повязываются сверху есть которые берутся в руку и это все разная работа причем потому что как ложится кулак как бросается удар и вот на перчаткой тяжелую а здесь именно сама перчатка тяжелая то есть все как раз то что нужно ну вот я про что и говорю что это почему меня заинтересовал это классно скажи вижу что иногда нет-нет машешь вертушки бьешь ногами скучаешь ли по кикбоксингу в общем то есть если ностальгия то есть вот лоишься на мысли что нет нет я бы выскочил сейчас кому-нибудь уширу или вертушечку пробил бы идем да есть бывает такое что конечно кикбоксинг он самый зрелищный вид спорта самый зрелищный самый динамичный как ни крути я много раз кем кто там со мной пытается поспорить кто то не спорить тот соглашаться допустим взять бокс 12 раундов бой да если соперники так себе как были один спойлер который избегает боя один за ним гоняется и все весь бой один за другим бегает и эффекта никакого то есть бой не особо интересный такая картинка смазанная получается берем мма упали лежат подняли их опять не отчет повозили по вроде стойки только начали опять упали лежат ну не особо интересно это наблюдать берем к 1 тут нету не клинч ничего тут динамика постоянная рубка на протяжении там трех или пяти раундов берет того же бадра харе артема левина артем да то есть это постоянная динамика это зрелище это зрелище это это очень интересно но к сожалению у нас этот вид спорта так не разве непонятно с чем знаешь вот я здесь наткнулся на канал в ю тубе интересно достаточно там кто смотрит то увлекается кикбоксингом посмотрите называется улдскул и там посмотрел знаешь кикбоксинг еще времен там 70 знаешь и бенни уркейдес там дон дракон уилсон знаешь потом вот который играл курта брата из кикбоксера но он очень харизматичный был то есть и собирали огромные залы и причем это 10 раундовый тоже бои вот как пока про за титул тоже боксируется по 10 раундов 10 или 12 либо 5 раундов боксируется по 3 минуты либо 12 по 2 от чего зависит это ну это так я не знаю как то видимо заранее договариваются я боксировал сколько раз за титул у меня всегда было 5 по 3 ну да но здесь очень много может поменяться от формулы боя то есть разная дистанция разный подход в тренировочной даже я я думал что допустим слоу киком это там 5 по 3 а допустим там фул контакт или еще это как правило на самом деле так и было как правило наверно ты прав как правило так и было что по фулу они дрались 12 раундов потому что мой друг товарищ по сборной сергей богдан уже сколько раз боксировал по фулу но он основном по фулу выступал он боксировал за титул чемпиона мира у него 12 раундов 12 раундов и поединки были ну вот я к чему ввел что тогда то есть это 80 и 70 годы собирал публику то есть бои проходили в вегасе и публика была многочисленная то есть там вот как вот сейчас средний боксерский матч собирает вот в вегасе да то есть также залы забиты то есть были свои американские звезды на которых соответственно соотечественники американцы и шли и этот динамичный вид спорта был то есть оба здесь на тот момент было очень много работы рук то есть практически ногами там просто говорили три раза три раза надо было за раунд выкинуть то есть иначе ты проиграла то ли 6 то ли 7 раундов то ли 6 то ли 7 раз надо было ударить да 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 и то есть там ну совершенно сумасшедшие такие удары интересные там в прыжке были вертушки там очень так динамично я не знаю почему к сожалению как бы он в 90-е начал угасать то есть ну и сейчас в 90-е нормально он в японии развивался да да согласен тут все они дрались наверное это наверное середина нулевых середина нулевых да у нас также в москве олимпийский собирался на кикбоксинг когда боксировал вадим украинцев за титул чемпиона мира там транслировалось по центральному телевидению все это и вот в один какой-то момент да получается среди нулевых то есть я помню еще этот золотая к 1 когда 70 килограмм вели новую категорию то есть там другие динамичные ребята и сейчас вытяжи и сейчас получается вроде glory взялась за это и потом так бездарно утопить такой вид спорта ну может one championship об этом поговорим еще скажи скучаешь ли по жизни по сборниковской жизни поезда весогонка целую неделю и так далее то есть командный дух да знаешь это такое на самом деле очень веселое время было и по нему невозможно наверное не скучать это было классно и незаменимо и когда нам когда-то говорили ребята цените это время пока что находитесь в сборной потому что говорит вот я бы мечтал сейчас попасть обратно туда то есть в то время когда я был сборником ребята кто постарше вот и действительно нужно это ценить было но наверное мы ценили по мере возможности все это раз так тепло с по большинству вспоминают значит и ценили просто на тот момент мы не понимали что это такое все это закончится так быстро скажи вот например вот как бы ты описал ну три основных момента вот жизни спортивного сборника члена сборной страны там вот давайте на примере на своем скажу там допустим для меня вот это поезд с командой командный дух когда ты болеешь за команду команда за тебя то есть россия россия там скандирует и ну и принципе ну и сбор это вот когда ты живешь в одном помещении зале с командой практически становишься семьей то есть где скрываются все какие-то либо негативные либо положительные качества других людей по сборной вот для тебя что что это ну наверное так же но как ты искал поезд вот идет поездки постоянные переезды мандраж постоянный на турнире когда ты ждешь что у тебя там то ли пять то ли ты на пять боев попал то ли на три кто там у тебя весит но потом конечно уже это все проходит вот затем сборы конечно сборы ты ждешь это увидеть всех своих товарищей боевых как скажем с кем-то потому что все с разных регионов с разных городов ты встречаешься с ними на чемпионатах только либо на сборах и когда встречаешься конечно действительно очень рад их видеть и конечно же сами турниры вот эти большие старты чемпионаты мира поддержка своей команды вот здесь сплоченность вот этот боевой дух который приобретен за долгие года совместных там выступлений на различных соревнованиях и конечно же победы победы и празднования побед еще еще один момент вспомнил это вот именно только из сборников это заправлять постель на втором на полке в карте вот это вот так неудобно я помню свои нюансы скажи общаешься ли ты с кем-нибудь с ребятами ну так вот плотно там созванивайтесь из сборной с кем был и с кем если не секрет слушай мы регулярно принципе там со многими созваниваюсь зураб фараян толик моисеев серёга богдан женька губарь почти твой ну твой земляк да я много ребят вова минеет со всеми общаемся постоянно на связи знаешь там не раз в неделю может там раз в месяц там созвонимся спишем сейчас есть инстаграм там кто-то что-то закинул в историю раз там хоп откомментировали что-то обсудили посмеялись вместе такие моменты современные технологии позволяют общаться оставаться как бы не терять контакт я согласен то есть со многими знаешь как просто не хочется я кого-то ну сейчас не назову чтобы никто не огорчился потому что много ребят сейчас сразу так я думаю что это с пониманием должны потому что команда сборная она большая ты вспомнил тех все равно которые чаще видишь допустим там зурабчик он там часто бывает в москве там или ты в екатеринбурге боксируешь он там по приезжает там серёга лепинец тоже думаю в москве часто бывает кто вова и так можно сказать москвич и спаррингуетесь вова махачкалинец ну да последнее время согласен лёх расскажи вот о том как почему выбрал ну как бы вообще как первый твой вид спорта вид единоборств был кикбоксинг либо бокс уже начинал потому что я вчера смотрел интервью до конца не поймал себя на высоте все же это бокс или кикбоксинг и кто было таким катализатором что вот пришло время пошли заниматься или я пошел заниматься и первый все-таки был кикбоксинг но знаешь как там получилось то что меня привели на кикбоксинг и в том же зале был бокс то есть я ходил и туда и туда когда я пришел на кикбоксинг там тренер по боксу приходите ручки там протянуть чуть-чуть там старый тренер был и вот так нему еще бывало пару раз приходил там у меня ручки чуть подтягивался вот а конечно же отдал меня отец в секцию кикбоксинга он привел меня и очень долго настаивал на том чтобы я не чтобы я туда ходил я уже много раз рассказывал что ну молодой мальчишка там приходишь там дисциплина там тебя заставляют чем что-то делать чем-то заниматься когда во дворе там пацаны все мячик пинают после школы а тебе нужно идти там с рюкзаком на эту тренировку ты приходишь уставший опять же ты не можешь нам делать то что тебе захочется дисциплина но в любом случае я получил вот это вот ощущение проводился первый турнир открытый ринг у нас зале я боксировал я не помню там какие-то ребята с соседнего клуба к нам приехали я выиграл тогда выиграл вот это вот чувство победы вот этот вот эту эйфорию победы невозможно передать словами ты 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 сколько другу нет я с тобой полностью согласен сколько тебе лет было когда ты записался чтобы это было немножко четвертый год мне 7 лет 7 лет не считаешь ли ты что для кикбоксинга бокс то есть ударных видов единоборства рановато или вот ну допустим если у тебя был бы сын ты бы отдал бы его ну в 7 лет либо с ударными повременил смотри я сейчас к чему веду что иди вот боксер ударные единоборства что они чуть попозже на допустим борьба там я не знаю там футбол соответственно баскетбол плавание это понятно что можно хоть с трех лет а вот именно по ударке по ударным единоборствам то есть как я бы знаешь как в первую очередь я бы с трех наверное с 3-4 лет отдал наверно с 3 отдал бы в гимнастику чтобы окреп ребенок они крепнут там их и мне дают какие-то компрессионные упражнения чтобы не компрессия не шла на позвоночник они учатся подтягиваться кувыркаться координация развивается на еще они сами крепнут от подтягивания отжиманий также отдал бы в бассейн плавать чтобы опять же это развитие идет вода она никак не испортит тебя а потом уже но может быть лет восемь-десять уже бы отдал в виде набор но хотя я знаешь как сам пришел 7 лет и у меня клуб в риоте у меня занимается сто восемь сто девять детей где-то и приходят мальчишек которым по 7 лет по 8 им никто не дает особую нагрузку чтобы там знаешь чтобы там не загонять какие-то игрок и такие в игровом виде кит тренировки но везде дисциплина а дисциплина это все нашей жизни то есть ты дисциплинирован на работе в вере где бы там ни был то есть везде должна быть дисциплина дисциплина это что это делать то что ты не хочешь ради того чтобы получить то что ты хочешь может и такой дисциплина и она должна быть везде хорошие слова смотри ну у тебя средний возраст какой у детей которые занимаются тебя в клубе у детей которые за ним который приходит зал я думаю что где-то от десяти до тринадцати ну так и получается 9 до 13 вот так вот вот видишь у тебя еще такой момент не было ли у тебя такого представления я много просто из своего опыта исхожу что вот ребята которые приходили в 6-7 лет заниматься еще тоже в Прокопьевске тайским боксом то есть я там пришел в 10 там практически 11 может не было там или наоборот только 10 лет они уже у них уже там четыре года опыта занятий боями уже титулы они там к 13 лет там наградные там поделители первенства россии и они видно это когда приходит время взрослого спорта да им уже этот тайский бокс и там и любые соревнования не нужны вот в этом плане не было ли у тебя такой вот перенасыщенности тем она ну периодически появляется она периодически бывает да как бы знаю что вроде наелся как-то всего 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 этого спорта но сейчас нет сейчас нету этого но были моменты и в кейкбоксинге когда я выступал уже был за сборную и до этого когда там какой-то такой переходный возраст а там 18 лет было то есть мне раз нам что-то хочется этого хочется этого но я был как-то связан меня что-то останавливало всегда когда я допустим призвался в армию призвался к цск если я там не буду выступать мне там в часть загонят и все и счастье меня хрен выпустят не на тренировки никуда то есть я пока в армии два года служил то есть мне нельзя было там где-то сочковать то есть все время меня что-то держало после там срочной службы я остался служить там по контракту еще какой-то период времени пока что не пришел там как как там сердюков или кто на не загнал там всех спортсменов в часть но и постоянно кит момент потом я был сборной опять же сборная как-то держал к это ответственность всегда была какая-то ответственность и поэтому я держался всегда спорте я мог там гульбанить там я конечно не ну совсем не горжусь там какими-то моментами а я думаю что они у каждого есть жизни те моменты которыми мы не гордимся вот есть моменты которыми я не горжусь как я себя там ну где-то не совсем хорошо вел вот но я всегда тренировался я всегда был спорте я всегда был на тот момент был сборной и конечно же где ты где-то мне хотелось все это забросить и пойти заниматься там своими делами потому что дел было очень много я понимал что было много предложений знаешь когда появились какие-то результаты люди начали там узнавать многие пускай там не 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 медийность да такая большая именно то есть там по сарафан мурадь вот там вот лёха там чемпион мира там стал там или там чемпион европы стал там хороший боксер хороший парень там и где-то как-то там уличные какие-то моменты еще что-то и все это и много появлялось предложений таких которые благодаря которым я мог заработать хорошие деньги то есть помимо спорта то есть ну а от спорта отойдя но была мечта была цель это стать чемпионом мира стать чемпионом мира среди профессионалов выполнить потом уже выполнить звание заслуженного мастера спорта постоянно что-то держала сейчас у меня цель стать чемпионом мира среди профессионалов по боксу и вот этого цели ввод спорт мне они никак не отпускают и знаешь как я всегда ставлю себе какую-то новую планку то есть 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 там далекая мечта А эти промежутные цели, они как ступени. И вот я вот по этим ступеням раз, хоп, там добился первой ступени. Я даже не мог представить, что я там стану чемпионом России, когда я приехал на первый чемпионат России. Я там выиграл первый бой, второй. На третьем мне сломали нос. Блин, я думаю, куда нафиг чемпионат России? Я смотрю, там такие глыбы боксировать в финале. Там ниже мастера спорта международного класса не было. Я думаю, как я с ними буду боксировать? Потом хоп, я чемпион России, уже все на меня так смотрят. Я первый раз чемпионат России, второй, третий. А потом я бью вообще все рекорды и выигрываю три раздела за один год. Три чемпионата России. Это фул, лоу и К1. И все. И вроде бы вот эти вот мечты, которые были. То есть эту планку я уже перешел. Следующая планка, следующая, следующая. Леха, посмотри с интернетом у тебя, ну нормально. Чуть ты размываешься. Я тебя слышу хорошо, но иногда бывает вай-фай. Это вай-фай здесь на первом этаже не ловит, а там на втором чуть неудобно. Все. Нет, ну я имею в виду, я тебя слышу, чуть размываешься. Просто можешь... Изначально было хорошо, а сейчас чуть подразмылся. Но главное, я тебя слышу, и все хорошо. Ну может догонится связь. Скажи, вот ты во многих интервью ну как бы говорил, и я вижу, что у вас такие близкие отношения с отцом. Расскажи о нем. Они есть? Ну я и говорю, что отношения с отцом. То есть расскажи о них в том плане, что одно дело он тебя привел в зал, другое где-то поддержал в юношестве. Сейчас ты взрослый, заматеревший спортсмен. Где-то, знаешь, когда уже можно начать там... Папа, да я сам все знаю, но вот это вот все равно он переживает. Ну я вижу, не везде бывают такие отношения отца с сыном. Расскажи о них. И какую роль папа играет в твоей карьере. Слушай, в первую очередь я его очень люблю и очень уважаю. Это самое главное. Когда я был ребенком, я, конечно, думал, почему он такой строгий ко мне? Почему он так от меня прям вообще знаешь, моментом я думал, что это даже гнобит меня? То есть, ну прям вот очень строго ко мне там. Восток-то дома быть, восток-то это там все. И знаешь, прям конкретный контроль. Конечно же, я там всячески там где-то петлял и уходил там и погулять где-то подольше, еще что-то, где-то хулиганил, кто-то где-то покуривал там все это. Знаешь, но у меня постоянно жесткий контроль был. И сейчас, спустя годы, спустя годы, я понимаю, что это так нужно было. Что вот эта вот строгость, он, ну как бы знаешь, человек старой закалки. Допустим, сейчас ребята моего возраста, ихним отцам, ну лет по 50, там с чем-то, с копейками. Моему отцу сейчас 73. Потому что он 46-го года рождения, после, после, после военной. Прям вот. И понимаешь, это человек старой закалки. Я считаю, что это воспитание такое и должно быть. Правильно. И я очень хотел бы, чтобы мне хватило мудрости воспитать моих детей так, как он воспитывал меня. Вот. И сейчас я это осознаю. И поэтому у нас вот такое, наверное, отношение. В карьере дает ли он тебе советы, как поддерживает тебя вот сейчас уже на высоком уровне на твоей спортивной карьере? Знаешь, как советы всегда дает, но я где-то гривы кивнул, а сделал по-своему. Бывает правильно, бывает неправильно. Как бы, да, то есть, ну, стараюсь в любом случае прислушиваться. Я вообще, как бы, ко всем советам прислушиваюсь, но все анализирую и делаю по-своему. Большой привет папе передавай. Мы с ним пересекались, к сожалению, один раз только, когда после своей победы над Исмаил Силаном. Вспоминаю. Вот сейчас часто вспоминаю добрыми словами и говорят, что-то Артема давно не видно на ринге, хотелось бы его увидеть. Спасибо. Ну, скажи, что постараемся скоро порадовать. Большой привет передавай. Хорошо. Скажи, вот смотри, ты у тебя большой опыт, в принципе, в профессиональном кикбоксинге, ты в Монако выступал, да и в России много где. Вот ключевая разница, профессиональный кикбоксинг и профессиональный бокс. Понятна разница формула боя, 12 раунд, здесь 5 раунд, но все же вот навскидку по атмосфере, может публика по-разному болеет, может сам подход к поединку именно когда ты чувствуешь, или все же нет такой разницы? Знаешь, как здесь в боксе наверное уже есть какие-то такие именно твои болельщики, потому что боксерская карьера она очень долго и очень непросто выстраивается, то есть ты начинаешь прямо с самого низа, а в кикбоксинге ты можешь выступать и по любителям, и по профессионалам, поэтому ты там вышел заслуженный мастер спорта, ты уже там раз тебе там состряпали бой уже за титул чемпиона мира, хотя у тебя там первый бой в профессионалах, ну опять же там есть такие чемпионы мира, которые ну реально рисованы, в боксе такого нету, и к сожалению как раз таки это принижает кикбоксинг, потому что не всегда конкурентные такие поединки, там привезли какого-то пассажира, парень взял уколотнул, стал там чемпионом мира, хотя по сути себя особо ничего не представляет. Ну здесь это больше наверное ты говоришь о таких версиях профессионального кикбоксинга, которые знаешь придумывают об АВГД даже ВАКа, даже мы берем ВАКа, ИСКа, это основные, да, основные ИСКа, это самая такая старая версия, по которой там были самые первые чемпионы, и ВАКа такая основная версия, и даже бывает там раз договорились, приболтали, Хоуп приехал, какой-то пассажир там с Франции, или откуда-нибудь еще, он вроде там представили его, он там чемпион мимо, обладатель золотой медали, и все, и ты выходишь его, роняешь там в первом раунде, и ты чемпион мира, хотя и себя ничего особо не представляешь, а я говорю, а версии основные, вот, ну а так, так, конечно, разница, ну я не могу сказать, что где-то больше болеют, где-то меньше, в боксе, я уже, знаешь, как, уже комфортнее мне как-то в боксе стало, и у меня уже есть там свои болельщики, причем болельщики, которые поддерживают меня еще со времен кикбоксинга. Это ну как бы со всей стороны, или больше там с Реутова, или с Москвы? Да нет, со всей стороны, я думаю, знаешь, с каждых уголков, потому что много людей пишут в соцсетях, там знаешь, когда, допустим, перед боем, после боя, там вообще во время подготовки, там Алексей тебе там оттуда, отсюда, там привет, мы тебя поддерживаем, и знаешь, когда ты смотришь, сообщения начинаешь считать, ну я на самом деле стараюсь просматривать, не всегда удается, я вот хочу сказать, да, многим, кто если сейчас смотрят, многие ребята, кому там не удается ответить, ребята, приходят там сотни сообщений бывает, на одну историю какой-то ответ, или еще на что-то, бывает приходит действительно очень много сообщений, и когда человек не отвечает, это не потому, что он там задрал нос и зазнался, просто нету физически времени этого сделать, так как, если я буду отвечать на инстаграм, у меня не будет времени тренироваться и добиваться тех вершин спортивных, за которые вы меня поддерживаете, если я буду целыми днями сидеть и отвечать вам в инстаграме, поэтому, ну, к сожалению, нет возможности. Согласен полностью с тобой в этом вопросе, иногда просто ты физически не можешь ответить, или сообщение ушло вниз, оно его не видно, потом находишь, и там уже человек тебе написал, потом сам обиделся, да, сам обиделся, сам сделал выводы какие-то, ну, это бывает, вот ты сам сказал, что боксерская карьера, она более, как длиннейший, скажем так, ну, путь к цели, к поясу, он более длинней, ну, и сейчас, вот, ты сам сказал, что около года уже не боксировал, в августе, по-моему, крайний бой был, и не жалеешь ли ты, что после кикбоксинга не пошел в ММА, я знаю, что много спрашивают, тебя не хотел бы, или ты в ММА, я не об этом, что в ММА тоже можно было бы, знаешь, прыгнуть, у тебя хорошая ударная мощь, может быть, там, защиту от тейкдаунов поставить, и сейчас, как ни крути, этот спорт, наверное, по популярности превзошел бокс, хотя бокс это классик, это как классическая музыка, она всегда будет, это, ну, как бы, своя ниша, но по продажам, сейчас, сам знаешь, как UFC продает, вот не жалеешь ли ты, что не начал заниматься ММА, ММА, а перешел в бокс? Тем, я даже занимался борьбой, а, ну, тем более, это, это я упустил, да, но вот в промежуток, когда изначально неопривленный, отец привел на кикбоксинг, я там занимался каратэ, футбол, хоккей, дзюдо, айкидо, там, ну, много различными видами спорта, но дзюдо, я, кстати, познакомился со своей женой, она тогда пришла, да, она тогда пришла, отходила, наверное, неделю-две и забросила, но факт тот, что мы там с ней познакомились. Ну, спорт судьбоносный, в той же жизни. Да, да, борьба, видишь, как все-таки действительно судьбоносна. А так, конечно же, были какие-то моменты, у меня был перерыв полтора года в спорте вообще по определенным причинам. И когда я вернулся в спорт, будучи уже абсолютным чемпионом мира среди профессионалов, заслуженным мастером спорта, мне никто не делал бои, то есть, ну, именно профессиональные. И я уже так смотрю, и тут турнир проходит по ММА, там турнир по ММА. Тогда Алексей Оленик, у него оплот клуб был в Москве, недалеко от моего дома, ну, от моего района, так сказать. Вот, я туда приезжал, там смотрю, ребята дерутся. Я думаю, может быть, мне действительно тоже имеет смысл попробовать. А потом что-то поехал, все сначала начало. Поехал, чемпионат Москвы выиграл, потом поехал на чемпионат России, чемпионат России выиграл, предложили первый бой по кикбоксингу, по профи. Там вообще за 15 тысяч рублей этим. Но это надо было, чтобы вернуться. Отбоксировал этот бой, там что-то тренировался, и поступило предложение как раз бой с Данью Илунго, с Антропе. Он, кстати, только что помахал или какой-то смайлик прислал. С Данью Илунго, привет. Вот, очень, очень хороший парень. Вот мы как раз с ним бой провели, с Антропе, и после этого боя появилась масса предложений, там Кун Лун файта, Глори, и все начали предлагать поединки. Но в тот момент я уже как-то загорелся боксом. Вот в чем было? Когда Мирбокс был на пике своем, ну, еще где-то около пика уже начал, наверное, чуть-чуть спадать вот этот пик, но он еще был прям в топе Мирбокса, как промоутерская компания, и мне очень хотелось туда попасть. Меня пригласили на спарринги к Диме Кудряшову, я к Кудряшову съездил на спарринги, потом я поехал к Саше Поветкину на спарринги, и как-то так вот сложилось, что меня подписали. Ну, вот этот момент, что, в принципе, в кикбоксинге карьера только набирала обороты, скажем, то есть, ну, выходила на другой уровень, и ты решил переключиться на бокс. С чем это было связано? То есть, давняя мечта, перспектива, финансовое благополучие какое-то? Артем, перспектива, перспектива, финансовое благополучие. Я скажу так, я много раз приводил всем примеры. Вот мы сейчас скажем, кто такой Денис Лебедев или Александр Поветкин, а просто у обывателей. И большинство их знает. Большинство, просто вот люди, как знаешь, мы вышли в город, они их знают. Мы спрашиваем, кто такой Артем Левин? Я не раз начинаю думать. А это самый титулованный кикбоксер, тай-тай-боксер, чемпион Глори. Видишь? Я с тобой согласен. Это очень важный фактор. И опять же, в кикбоксинге, даже в Глори, ты не заработаешь таких денег, как в боксинге. Возможно. Но смотри, здесь другой момент, что есть чемпионы мира, допустим, даже в легких весах. Понятно, что мы не говорим о народных чемпионах, но в легких весах есть те гонорары, которые я даже сейчас время от времени боксирую, получаю, которые не получают боксеры в легких весах. То есть, мы не говорим о сотнях тысяч долларов, но ты же знаешь, что есть боксеры, которые боксируют и там за 30, за 40 тысяч, за 50 тысяч долларов. Я боксировал за 35. Вот последний бой с Макабу. Ты понимаешь, о чем я говорю. Это бой за титул серебряного чемпиона мира. претенди, то есть, после этого боя ты должен был выступать, уже бою, да, основной поезд. К Макабу так или иначе мы вернемся. Я не хотел именно фамилию затрагивать его, а там о моменте. Ты был у нас в Прокопьевске на сборы. Скажи, как они помогли, сделали, внесли ли в твой вклад какой-то в карьеру, может, не знаю, как-то положительно повлияли на тебя. Вообще, что скажешь о Прокопьевске, как тебе Прокопьевск зашел, скажем так. Ну, в первую очередь, я хочу сказать спасибо тебе за гостеприимство, которое ты оказал. И я, когда, ну, речь заходит о тебе и вообще, о Сибири, как бы, я очень часто всем рассказываю о твоем гостеприимстве, когда ты, можно сказать, приютил меня у себя. Когда я приехал, там, Греша договорился, там, вроде, слава богу, все нормально, я там в какой-то общаге там поселился при спорткомплексе каком-то. Но я в итоге, когда мы с тобой увидели с чая попить, интересовался, где квартиру можно снять, чтобы жить нормально. И ты оставил мне ключи от своей квартиры, я жил у тебя. К сожалению, я уехал, да, тогда мы с тобой пересеклись там день или два, но я бы от улетел. Так бы мне было, ну, как бы, интересно, естественно, ты там в зал прилетел, жаль, что, ну, как бы, в тренировочном процессе больше времени. Сколько ты там пробыл? Недели две? Недели? Три. Как тебе тренировочный процесс вообще? Ну, как бы, положительно повлиял. Вообще, о Прокописке скажи свое мнение. Вот ты увидел, Прокопис, что это для тебя? Слушай, для меня вообще было, знаешь, в чем самое, что мне, наверное, запомнилось изначально, так мне прям запало. я вылетал отсюда из Москвы, было под 30 градусов, прям, ну, жара, я ходил в сланцах, и я вылетал 1 июня, 1 или 2 июня, то есть, прям вот начало лета. Здесь ходил в сланцах, в шортах, в майке, прилетаю в Новокузнецкий аэропорт, а там снег лежит. Прямо выпал, такой маленький плой, то есть, хорошо, я взял с собой еще какие-то там более-менее теплые вещи. То лето было не очень теплое в Сибири, и, по крайней мере, июнь месяц. И вот, и так, слушай, я особо-то и нигде не ходил там, каждый день по 2 тренировки, там, спарринги, то-се, с Вахой, я на них каждый день настраивался. Поэтому, знаешь, как у меня постоянно, я находился дома. Там, выйти куда-то, там, редко, получается, мы жили, вот где твоя квартира, напротив Вахин дом. Вот, я выходил, Ваха меня на машине забирал, мы ехали в зал. После зала мы ехали в кафе, покушать, после кафе он отвозил меня домой, вечером опять. Он меня забирал, мы ехали на тренировку. И так вот каждый день, изо дня в день. А на выходные меня забирал Жека Губарь, мы ехали в баню, там, в баню, на рыбалку, там, еще шашлыки, что-то там. У его тренера день рождения было. Ну, в общем, знаешь как, на самом деле, очень классные впечатления остались о Сибири, я всегда так, ну, очень с теплом вспоминаю об этом. И, конечно... Кемеровчане не подвели, да? Вообще красавцы, ты что, конечно нет. Вот, и, конечно, и сборы прошли отлично. Виталий Викторович, как бы там тоже очень хорошо помог в подготовке. Получается, у нас такая взаимопомощь была. Ваха готовился к дебюту в Глоре, а я готовился к реваншу с Погонисом. В итоге, Ваха выиграл там тоже в первом раунде по-моему, нокаутом, я во втором раунде техническим нокаутом. Ну, значит, как бы все... Подготовка пошла отлично. Да, к этому вел. Скажи, я всем задаю, ну, не всем, большинству задаю ребятам этот вопрос, что для тебя патриотизм? Ну, так вот, можно, если можно, коротко. Патриотизм, это, наверное, любовь к своей родине. Родина, она как мама. Любить ты ее обязан только за то, что она есть. Родина, это государство? Нет. Нет, это не государство. Никак. Я, на самом деле, в связи с последним, событиями, не только последним, мне кажется, у многих отношение к нашему государству именно так очень сильно испортилось. У всех моих земляков и у всех земляков, которые сейчас находятся даже за пределами нашей Родины. Я думаю... Не будем углубляться в политику, я тебя услышал, эта позиция... как раз мы и вернемся к тому, что ты видишь, что бокс сейчас в отношении по сравнению с ММА переживает не лучшие времена. С чем связано, что ММА так рвануло вверх и бокс чуть подпросел? Что даже... Ну, как бы я приведу на примере, что бой Ковалев-Канело, по-моему, они отодвигали чуть по времени. Если не ошибаюсь, Ковалев-Канело, либо тоже очень большой матч, потому что было UFC, какой-то яркий бой за титул. И вот, ну, как бы, один из самых серьезных матчей в году пришлось подвинуть по времени, чтобы не пересекаться в одно время по трансляции. Что ты думаешь по этому поводу? Почему бокс подпросил и почему ММА так стартанули? Я думаю, ММА это что-то, знаешь, такое новое, которое создало какой-то хайп. Опять же, ММА, все ММАшники, наверное, должны благодарить Конора за то, что он так сильно развивает его. Вот этими своими высказываниями, своим трэш-токингом мне кажется, он сейчас вывел прям в топ UFC. Именно он. Именно он. А у нас в стране это благодаря, наверное, Федору Емельяненко. И, ну, на данный момент, естественно, и Хабиба. А так, конечно, это Федор, это, наверное, основа Федора, Харитонов, Сергей, Вовчанчин, Александр Емельяненко. То есть, вот они, да, действительно, они были на тот момент в топе. Они вот выводили все это. Они были первопроходцами. Вот. Но, конечно же, у них не было вот этого трэш-токинга, не было столько внимания к ним. А сейчас взять Конора, то есть, знаешь, как, опять же, популярность проверяется. Когда вот смотришь, во дворе там дети, там, о, смотри, как Тайсон, или там, о, как Конор пошел. Если ты уже, видишь, это уже все, это даже вот в бытовой жизни какой-то у детей, у подростков. Я согласен. У меня... это пройдет, это всему свое время, и сейчас бокс, он такой джентльменский вид спорта, и, опять же, наши спортсмены, мало кто, там, гонится за этим хайпом. Я с тобой в этом вопросе согласен. Бокс, это, ну, я уже говорил, это как классика, то есть, она всегда будет на своем уровне, где-то лучше, где-то позже. Атакуют, Токтарова забыл, первый чемпион UFC. Скажи, почему, или есть ли, может, я не знаю, но я вот так вот на вскидку не могу вспомнить вот таких ярких персонажей, вот именно, которые взрывают, ну, хайпуют из России на данный момент, вот кто, ну, можно за последние пять лет, есть ли такие, вот прям вот эпатажные, харизматичные, которые бы привлекли внимание не только в России, но и там за пределами. Слушай, ну, только Хабиб, наверное. Нет, я имею в виду из бокса, вот как раз Хабиб-то понятно, с чем связана вся история, а вот в боксе. Когда он цыпленка все вызывал на Доннис, как бы это все было, да. Ну, у Сереги Ковалева тоже было, он вызывал, тоже цыпленком называл, Адонис и Стеинцев. Адонис, да. Вот ты кого бы выделил из боксеров, есть ли у нас такие же эпатажные? Слушай, нет, у нас, знаешь, у нас, наверное, другая культура, другое восприятие, я говорил, как ты вот так смотрю, оно разошлось, русские, другие, они все привыкли не словом, а делом доказывать. и когда ты знаешь, горцуешь, горцуешь, да я вот так, я так, сяк, раком, боком, а в итоге бах и лежит. И что, и что толку, что ты там газовал? Поэтому, как бы, нужно доказывать на деле все это. Знаешь, и, как бы, что здесь, перед битвой здесь, начинает в группе себя кулаком бить, толку от этого. Ну вот здесь смотри, какой момент тоже, вот есть западная, да, какая-то манера, и, к сожалению, это, как бы, статистика подтверждает, то есть, привлекает внимание плохие новости, то есть, вот такой вот негативный хайп, он привлекает вот этот трэш-токинг. И это, но это более западный момент, то есть, они возвели в такой культ, что народ начал копировать ее, хоть в Бразилии, сейчас и в России, и в ММА есть такие люди. Есть One Championship, это слышал, может быть, да? китайская организация. Не китайская, сингапурская, он вообще там, там вместо Даны, там Ч3, он сам выступал по тайскому боксу, то есть, в принципе, боец, ну, как по мне, неплохой достаточно человек. И там, то, что я сейчас увиду, там культивируется, наоборот, другое отношение между бойцами, то есть, уважение, респект, то есть, более такая восточная, то есть, и интересно, а Россия находится, она же половина на востоке, половина на западе, и вот, здесь у нас еще столько национальностей, все разные, то есть, ну, их даже не перечислить, сколько национальностей у нас в России, и все по-разному, и да, и кому, кто-то, наоборот, восхищается этим трэш-токингом на западе, в принципе, он тоже имеет место быть, допустим, ну, магу Исмаилова, знаешь, мне интересно, нету негатива, сильного негатива, я от него не слышу, да, они там могут, там, покидаться, там, слово на пресс-конференции, ну, в моем мнении, это был театр, ну, а так, там тонко, то есть, там на негатив не переходит, то есть, это больше, как бы, сарказм, юмор, вот это, как бы, я допускаю, мне нравится, но когда там на личности переходят, иногда перегибают, это не мое, вот, именно западная манера. Не, на самом деле, касаемо, вот, маги, я, у меня было такое отношение к нему, знаешь, когда он, это, перед боем с Вовой, я думаю, что за тип, почему он там газуется, знаешь, так, я же Вову много лет знаю, мы с ним вместе в сборной были, то есть, я так думаю, и когда у них там, вот эта вся ситуация произошла, на пресс-конференции, я пришел там поддержать Вову, потому что я знал, что, ну, как бы, с магической стороны придет много земляков, и мы тоже собрались там, ребятами, приехали, чтобы поддержать, что там ничего такого лишнего не произошло, а там, ну, я так понимаю, я не знаю, было у них там планировано, не было, я так у Вовы после этого и не спрашивал, что там все это произошло, а сейчас я смотрю, мага на самом деле очень прикольный тип, я так, нет-нет, слежу за его там, видео, он прикольно делает, он, а знаешь, что самое главное, что он говорит и делает, да, то есть, он там газует, 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 его никто не знал несколько лет назад, то есть, до боя с Вовой его никто не знал, там, а после боя с Вовой он там выиграл Василевского, то есть, действительно топового, я думал, что Василевский просто, ну, не почувствует его, он выигрывает в Василевску, потом еще кого-то, действительно на уровне. Мага в этом плане красавчик. Да, очень такой веселый парень. Постоянно может пошутиться и интеллект на уровне. Здесь еще вот как раз момент был один из последних, я пример приведу, это вот у них непонятка с Коляным из реальных пацанов. Она настолько сделана, в конечном итоге, вот если честно, вначале я не понял, то есть как это он так сильно магу задел, там аж Саня Волков подключился. А в конечном итоге получилось, ну как мне кажется, что это выстроенная магой такой, ты знаешь, пиар-ход, причем который сыграл на руку и Коляну с реальных пацанов, и маги, и даже Саня Волкова, то есть вот этот треугольник. Поэтому в этом плане он не только спортсмен, но и достаточно хороший пиарщик. Это, кстати, очень хорошо. Тебе близко больше философия восточная, то есть уважение сопернику или западное? В принципе, как бы я понимаю, как это. Да, мне, конечно же, ближе восточное уважение соперника, но опять же, если соперник себя ведет плохо, надо его наказать за это. Да, наказать, если он себе позволяет лишнее назвешивание, значит, можно прямо назвешивание наказать его. Ну, опять же, есть какие-то моменты, есть грани, которые переходить нельзя. И сейчас, к сожалению, такое время хайпа, что все гонятся за хайпом. Знаешь, там скажут, ну, особенно молодежь, молодежь, я вообще в шоке, как они себя ведут. Там, если им сейчас скажут, ты оденешь трусы на голову и пройдешься, мы там это заснимем, и это соберет больше просмотров, чем какой-то спортсмен там делает какие-то там виртуозные какие-то вещи, чем какой-то осел одел трусы на голову и прошел по Красной площади. Это соберет больше просмотров и больше лайков. И об этом будут больше говорить. И вот здесь вот вспоминается такая пословица «Хорошими делами прославиться нельзя». Вот здесь вот это актуально как никогда. И сейчас все стараются хайп сделать ни на чем-то таком, знаешь, действительно интересном, что-то придумать такое, ну, сверхъестественное. Они делают какие-то глупые поступки. Вот это вот, как они называются, пранки. Ну, дебилы. Я с тобой полностью соглашусь. Ну, это очень печально. Ну, вот я и хотел сказать, что время блогеров сейчас, оно настолько какое-то, кто-то здесь выразился, попсикольно, что, знаешь, то есть, правда, иногда есть очень хороший контент, образовательный, то есть я некоторые смотрю, там, новостные, политические, там, естественно, спортивный. А есть контент, который, ну, просто даже, когда ты его смотришь, ты не понимаешь, что, как его могут люди смотреть. А потом, ну, начинаешь анализировать, понимаешь, что смотрит его в основном молодежь. Ну, и начинаешь понимать, что раз молодежь его смотрит, насколько она тупеет от этого контента, знаешь, там, вот эти челленджи, которые не спортивные, знаешь, там, ни отжимания, ни бёрпи, а там, ну, я не знаю, я даже не могу вуважении тебе рассказывать об этих челленджах. Ну, это просто. А дети смотрят потом. Да, все. Монголы, да, Монголы, смотрю. Объясню по Монголу, сейчас вопрос задали. Монголы, чем мне нравится? Вначале я смотрел этот трешак полный, я матерился и меня просто раздражало, что у алкашей столько подписчиков больше, чем у нас с тобой вместе взятых в два раза. Потом я увидел, как именно трансформацию самого Монгола. Понятно, что это не он делает контент, это там кто-то за ним. Но человек из алкоголика он перестал пить, он приходит в форму, он даже там занимается спортом. Понятно, без контента вот этого трешового у них не будет заработка. Ну, он хотя бы трансформация личности в лучшую сторону есть и там сейчас они понимают и привлекают уже там своих друзей, чтобы они не пили. С другими друзьями не получается, но хотя бы Монгол становится лучше, это уже рад. Поэтому я больше, как бы, так, контент треш Монголу более-менее красавчик. То, что из алкаша как бы превращается в человека. Потому что не каждого лег согласиться. Взять алкаша и вот сказать, не пей, я дам тебе там квартиру, работу. Вот все равно в 90% случаев алкаш сорвется и хоть какие-то им благи не пообещаю, он все равно сорвется. Так и есть. Поэтому вот наркоманы, либо алкаши, если они, как бы, перебороли себя и, как бы, завязали, как бы, становится лучше, для меня это уже вызывает уважение. Поэтому, ладно, с Монголом завязали, ушли в сторону. Лёх. Слишком много было дома. Да, да, да. Вот смотри, как раз к Вове вернемся. Вы, ну, я знаю, что и дружите, и тренируетесь иногда вместе, помогаете друг другу. Скажи, вот, слово меняю. Как познакомились, как сдружились, вы так, если визуально, ну, не визуально смотрите, а если по интервью, по картинкам, то вы полные антиподы. Вова, он такой эпатажный, он за хайп, ты более скромный, с другой тоже философией, позицией. Я хорошо отношусь к Вове, лично его знаю, то есть ты не пойми неправильно. То есть мне бы просто, как бы, вы разные психотип, психотипаж, поэтому вот интересно, как общаетесь, как познакомились. Познакомились, мы оба готовились на чемпионат России, пока один. В клубе, тогда еще, как же он назывался-то, Легион. Легион был клуб, стадион наука в Москве, там, где там Мага-Пропеллер, еще там все, это Кобра тренировались, там еще старый-старый клуб. Вот. Мы готовились к чемпионату России в составе сборной Москвы по ТСК, пока один. Ну, там познакомились, тренировались, спарринговались вместе, потом чемпионат России выиграли, потом поехали в составе сборной в 2008 году на чемпионат Европы. в один момент завершили бой на Каула там в финале. Он на соседнем ринге нокаутирует, я на другом ринге вы это, также нокаутирую соперника. Ну, и все там, где-то отмечали вместе, где-то как-то. Ну, и все, и вот так вот завязалось наше общение, и с тех пор, как бы, начали дружить, общаться. Как бы, Вова-то, он чуть помладше меня, тогда он еще совсем молодой был, ему 18 лет было. Вот. И он как бы со временем формировался, ну, он сформировался такой, как он есть сейчас. Да, допустим. А дружить мы начали, он там чуть-чуть иной был. Но все равно, знаешь, как человек, он хороший, порядочный. Да, где-то там его образ, опять же, вот эта вот эпатажность, вот эта вот, чтобы там привлечь, опять же, внимание, то есть, ну, это его. От этого он не перестанет, ну, как бы, не перестанет быть хорошим человеком. Да, то есть, он не делает каких-то там гадских поступков, за что его можно было бы там осудить или там перестать с ним общаться. Он порядочный парень, хороший человек, и когда мне, допустим, понадобится его помощь, я знаю, что он окажет мне ее. Так же он может рассчитывать на меня. Я к этому и вел, что у Вова вот этот образ, то есть, приличное в общении, он совершенно, ну, другой. Я тебя услышал, то есть, вы часто ли ты ему помогаешь, либо он тебе, либо это так, время от времени встречаетесь, можете потренироваться где-то. Знаешь, как давно уже с ним вместе не тренировались, последний раз, наверное, года два назад, два, может быть, три спарринговались. Я готовился к бою, к Вову, к мастер спорту по боксу. Он на первенстве России был вторым, его там прижали чуть-чуть по юниорам, когда выступал. И так неплохо он выступал по боксу, но в итоге там все-таки основная карьера сложилась в него кикбоксинге, а сейчас и в ММА. Но на руках с ним очень хорошо боксировать. Кстати, что хочется сказать о Прокопьевской школе, что я приехал, когда с Вахой встал в пару, я думаю, ну что, сейчас там бокс там Витал Игоревич говорит, сейчас на руках. Я говорю, ну я думаю, сейчас я Бахе настучу, прям вообще одно левый. А я смотрю, у него, а у Бахи руки-то еще совсем не хреново, как у боксера. Так, конечно, непросто мне было, особенно после перелета. Вова мне помогал как бы там спарринговаться по боксу, по кикбоксингу крайний бой, наверное, крайний раз я с ним спарринговался, это когда он готовился к бою с Вахой. Ну, еще там по любителям, ну на чемпионат России он готовился. Понял, понял, понял. Скажи, вот, ну, слышал, что ты как бы бегаешь, пробежки делаешь, но вот все равно вопросы мне часто задают, я думаю, может тебе задают. Бег вообще обязателен или все же он, как бы можно его чем-то заменить? Ты сам оговорил в интервью, что можно хоть там марафоны бегать, но на выносливость это не повлияет, нужна специальная выносливость. То есть я с тобой в этом вопросе согласен, но интересно твое мнение, как ты считаешь, что можно ли его исключить, допустим, на какой-нибудь эллипс заменить, я не знаю, бой с тенью легкое, с кардио по 30 минут делать, в принципе, то же самое будет. Вот расскажи твое отношение к бегу и обязательно ли. Знаешь, как, здесь очень важен научный такой подход, так скажем, потому что спорт и медицина, они идут бок о бок сейчас, и развитие не стоит на месте. Если раньше, допустим, ну, такой, самый, наверное, простой пример приведу, раньше на тренировках запрещали пить воду, то сейчас говорят, Петя, у тебя появилась жажда, сразу пей, пей воду. и как бы ты должен ее постоянно пить, восполнять водяной баланс в организме. Вот. Также и в других каких-либо там проявлениях говорили там бегать так, в итоге мы можем бегать по-другому, главное, держать правильный пульс. То есть мы можем бегать какими-то определенными отрезками, опять же, на эллипсе я там держу там разные пороги, там, анаэробные, аэробные пороги, то есть все это нужно знать, поэтому должен быть тренер по физподготовке грамотной очень. И на эллипсе мы делали, допустим, я делал, у меня был пульс 155, я 12 минут на этом пульсе должен на эллипсе работать. 12 минут я работаю, 3 минуты отдыхаю, опять 12 минут работаю, то есть нагоняю сразу же этот пульс и на нем держу эти 12 минут, опять 3 минуты отдых и вот такие вот 3 раунда по 12 минут. То есть вот такая вот у меня была кардио-тренировка, то есть либо я там на велосипеде, а на аэробайке там какая-либо работа, где-то это ускорение, где-то это, то есть монотонная такая работа. И опять же, в любом случае ты не бегаешь по рингу, ты бьешься, то есть основная твоя задача. И поэтому мы встаем и бьем мешок, как в начале нашего с тобой разговора я рассказывал, что я встаю и бью мешок на протяжении там 40 минут в тяжелых перчатках. Вот такая вот работа. Тот же самый такой своеобразный марафон. Согласен, но бег обязательно можно ли его полностью исключить? Ну, я бы, наверное, не исключал, если бы у меня не болела нога. как бы, да, но бег, он в любом случае он травмоопасен, потому что нагрузка на позвоночник, на колени, я бы оставил, наверное, спорты такие, когда ускорение, ты бегаешь там в 100 метровке, в 60 метровке, чтобы это был взрыв. Я никогда не любил забеги на длинной дистанции, это вообще не мое. То есть я могу спринговаться в 12 раундах. Согласен. Но бегать вот это вот время, 40 минут, час, я в какой-то момент там уже привык, в принципе, я понимал, что это нужно, и я там наушники вставил и побежал. Ты там бежишь о своем, о чем-то думаешь, вроде как бы там уже приноровился. И раз в неделю там у меня было стабильно, что я бегал либо на беговой дорожке, либо по пересеченной местности, часовой забег. То есть час у меня 10 километров получалось. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Говори, Гори. Да, и потом все-таки как бы опять же какая-то определенная травма, поменялся у нас тренер по физподготовке, и в итоге мы от бега ушли, мы перешли на эллипс, вот как я рассказывал, потому что мы делали эллипс, либо там вообще 40 минут без остановки мы эллипс делали. Опять же, на эллипс ты не получаешь нагрузку ни на колени, ни на позвоночник. То есть это так, более такая лайтовая весель для своих суставов, но очень хорошо грузит, потому что у тебя работают и руки, и ноги. То есть пульс, соответственно, у тебя завышается, и калории сжигаются еще больше. Не то, что интересно, это ты, получается, мои мысли сейчас озвучил, но я скажу здесь к бегу, в том плане, знаешь, иногда, чтобы себя заставить, я делаю, знаешь, как говорил мой тренер, не знаешь, что делать, качай пресс. Ну, это одно из, другое, это как шутка, другое, знаешь, вот когда я не знаю, как я буду сегодня тренироваться, или нет какой-то возможности, ты идешь и бегаешь, во-первых, в первую очередь, потому что я это ненавижу, потому что это ужасное занятие, я никогда не пойму любителей бегать, поэтому, да, вот это больше как дисциплина, то есть 5, максимум 10 километров я пробегу, но и то, вот это сейчас на пульсе, то есть именно, чтобы больше на прокачку сердца, нежели, знаешь, как раньше, морально-волевых, помнишь, когда у тебя сердце еще не... ускорение, или кто-то там, знаешь, у него другая, как бы, манера бега, он там рвет, там, ну, выбегает, там, сумасшедший, там, рекорды ставит, а ты должен его догонять, держать его темп, а он вообще тебе не подходит, ты нелегкий атлет, куда тебе с ним бежать, а у тебя тренер говорит, ну, прибежишь позже, еще какое-нибудь наказание, там, будешь отжиматься, и ты бежишь, вот эти ошибки в том, что методики, теории, физической подготовки, они сейчас меняются со временем, поэтому я твою позицию полностью разделяю, ты озвучил мои мысли, скажи, Лех, у тебя сейчас вот уже в планах практически будут сеть своих спортзалов, у тебя сейчас один есть в Реутове, и я так понимаю, что еще то ли один, то ли два ты собираешься открывать, вот скажи, какие дисциплины, и, 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 а, было в планах, сейчас уже чуть планы, извинились. Нет, нет, они есть, но сейчас будем смотреть, когда вся эта ситуация закончится, с пандемией, да, как там, опять же, будут люди идти на контакт, не будут идти на контакт, опять же, кто там может предоставить эти помещения. Как, в твоем зале какие дисциплины культивируются, какие преподаются? В моем зале, знаешь, кикбоксинг там прижился прям очень сильно, потому что, как бы, опять же, благодаря тому, что мы там занимались, и мы выступали, и нас все знают, и он уже на протяжении многих лет там. Сейчас там также есть бокс, но бокс тоже там всегда был, но в какой-то период времени его, как чистого бокса не было. Там всегда выступали кикбоксеры и по боксу, и по кикбоксингу. Вот так как-то оно сложилось. Сейчас мы решили сделать отдельно бокс, отдельно кикбоксинг и ММА. То есть, ММА тоже, вот сейчас, этот год только начало набирать. Первый год вообще, как бы, народа не особо много было, а этот год уже достаточно много людей было, и вот сейчас, пандемия, конечно, подкосила чуть-чуть. Скажи такой вопрос. Ладно, отойдем от сети спортзалов, потому что, как бы, видишь, мне интересно, это будут в Реуте все, или они, ну, вообще у тебя какая цель, то есть, открыть, давай я задам полный вопрос, чтобы я потом не забыл ключевые моменты, в разных точках, допустим, Подмосковья, Москвы, и первое, это спортивные залы, или все же это залы для клиента, ну, где индивидуальные тренировки, все же, в приоритете, для того, чтобы зал там был на самоокупаемости, либо это для подготовки спортсмена. Знаешь как, у меня это, вот, допустим, этот зал, он больше для души, то есть, я там не зарабатываю каких-то там денег, знаешь, там максимум, там на что может платить, там это на бензин, знаешь, там чтобы на машину, остальное я все вкладываю в зал, там я стараюсь его развивать, стараюсь там что-то покупать в зал все время, и, соответственно, я там, ну, вложил туда изначально, сделал хороший ремонт, когда в этот зал заехал, вот, ну, как бы, когда этот зал, точнее, восстанавливал, то есть, я в этом зале вырос, вот именно вот в этом зале, я с 94-го года, 7 лет, и потом, можно сказать, он мне по наследству перешел, я его восстанавливал, вкладывал туда свои деньги, сейчас я, можно сказать, даже, ну, не отбил этих денег туда, столько, сколько я туда вложил, вот, ну, в принципе, такой цели и нету, вот, я прихожу туда, и кайфу от того, что там вот эти вот мелкие пацаны, знаешь, они все занимаются, и я смотрю на них, вспоминаю себя мелкого, там, я сейчас разделил, там, три группы взрослых, три группы детей, там, от 7 до 12, первые, там, где-то вот так вот, и третья группа уже там постарше, которая группа там от 10, где-то от 12 лет, уже до 17, вот, я смотрю на них, знаешь, там, у них где-то вот воспри, такое принятие поколений, знаешь, такая смена поколений идет, одни воспитывают других, и я вспоминаю себя, как наши, там, нас там гоняли какие-то там, старшие, когда я пришел на тренировку, Гриша Дросс приходит, и там, я его вижу, о, Гриня, мне, Новик, хоп, подзатыльника, какой Гриня, не Гриня, а Григорий Анатольевич, ну-ка, быстро 20 раз отжался, там, как-то вот так вот, там, ну, все, я получаю от этого колоссальное удовольствие, мне, мне это очень нравится, когда я наблюдаю за пацанами, как они растут, и они становятся командой, знаешь, они, команда не только в зале, то есть они есть вместе на соревнованиях, там вот это все, и там закаляется вот эта дружба, но они теперь и вне зала, смотрю, они там компаниями где-то ходят, гуляют вместе, у них общие интересы, и, как говорится, каждый общается с подобным себе, вот, и очень важно, всегда там родители переживают, какую компанию выберут их дети, а здесь спортивное воспитание, это очень важно. Ну и преемственность поколения, все равно, я думаю, пример там хороший, как минимум. Смотри, в других залах будет такая же атмосфера, такая же методика, или все же там, ну, если все сложится хорошо, все же на клиента будет рассчитано? Да нет, я думаю, что это в основном будет рассчитано на детей, на воспитание чемпионов будущих, вот, но одно другому не мешает, знаешь, у нас основная часть времени занята детьми, с восьми вечера у нас там уже взрослые коммерческие группы. Даю тебе слово, что буду в Москве, просто не первый раз хотел приехать. Я не раз приглашал туда, там твой плакат висит. Как, вот, при первой же возможности, будучи в Москве, пандемия заходит, знаешь, сейчас на карантине столько жалеешь о, как бы, потерянных возможностях, там, блин, почему туда-то не съездил, туда-то, вот, была возможность там, или там, не то, что даже возможность, там, мог бы бросить там, пожертвовать этим, но съездить лучше туда. и вот сейчас вот тоже перебираешь, обязательно приеду, посмотрю, потому что все равно ты душевно так рассказываешь, и я понимаю, о чем ты говоришь, что это как, это твой зал, который тебе являлся вторым домом, то есть, и там именно атмосфера совершенно другая, это не фитнес-залы какие-то, именно, такие, знаешь, лакшери, в которые приходишь тренироваться, а там от тренировок больше, не знаю, только пофотографироваться можно. Да, только фотографии. Перейдем к следующему. Украина, ты ездил без политики, без всякой, скажи, три главных впечатления, то есть, более коротко, три главных впечатления от Украины, вот ты приехал, как бы ты описал в трех основных таких, тезисных вещах? Гостеприимно, хлебосольно, братский народ, и хорошие отношения, наверное, такое вот, ну, наверное, хлебосольно, хорошее отношение, наверное, одно и то же, но я в основном общался там, знаешь, с ребятами-спортсменами, и я заметил, что на Украине очень много спортсменов, действительно очень много, и у них спорт прям в тренде, они все занимаются, у них большие спортивные площадки, которые у нас только начали делать, у них уже там ржавые, давно-давно, целые просто поляны, организованные, спортивные, где там можешь прийти, там, со штангой позаниматься, они просто, ну, на цепи штанги эти прикованы, чтобы никто их не украл, вот, но действительно там спорт на высоком уровне, очень ценится. Это хорошо. Скажи, а ты был только на базе, либо там, ну, посетил какие-то, такие большие города, не знаю, Киев, допустим, или Одесса? Получается, база практически в Киеве была, это Кончезасква, это Олимпийская база, и каждый день там ребята приезжали, нас забирали, мы ехали там в кафе кушать, поехать, пойти погулять, там, Саня Усик нас тоже возил в Киево-Печерскую лавру, как бы так, ну, мы походили по Киеву, погуляли, я за один год там три раза был. Серега Богдан как раз тоже привет тебе, и мне передает большое приветствие. С добрым словом, как я тебя, левый сбоку, ба! Киев, понравился тебе вообще, ну, я очень хочу на Украину, знаешь, блин, вот вся эта ситуация, где, ну, я, знаешь, я вчера смотрел несколько твоих интервью, и ловился на мысль, что в своем восприятии мы мыслим одинаково, вот твоя, по-моему, фраза, что царьки, знаешь, ну, ну, я выражаюсь, политики воюют, а страдает народ, знаешь, я хочу, у меня столько друзей в Украине, я так хотел там побывать, и хочу до сих пор, а из-за того, что вот эти, они между собой там, о чем-то договориться не могут, я теперь себя этого лишаю, и мои друзья не могут ко мне приехать, и я к ним, причем еще некоторые живут, допустим, даже в Америке, там, русские и украинцы, и между собой ругаются, а это просто определенная манипуляция верхушек над обычными гражданами, и это огорчает. Скажи, Киев, тебе как, зашел, стоит ли там побывать? Да, я считаю, что там стоит побывать, у меня, на самом деле, не было времени там, прям, чтобы погулять, знаешь, там, посетить какие-то определенные места, первый раз я приезжал туда на сборы, к Александру Усику, мы там две недели были, это за неделю до Нового года и неделю после Нового года, Новый год мы там встречали на спортивной, на Олимпийской базе. Да, это вообще интересная история тоже. Вот, потом второй раз мы приезжали туда с Бупасом на мастер-класс, но вот там нам удалось хоть погулять, знаешь, так чуть, ребята там на набережную, там, мы туда-сюда сходили, там, погуляли там в различные заведения, салы, этот борщ, там, ты что, не передать словами. Вот скажи, о кухне, все же отличается, ну, не то, что отличается, то есть, правда, вот, просто, знаешь, мне когда говорят украинская кухня, украинская, украинская кухня, я, у меня сразу, знаешь, такое, блин, я прям, больше, пампушки, знаешь, у меня такое целевое деление сразу, прямо охота. Действительно ли она такая вкусная? Слушай, ну, на самом деле, она не сильно отличается от нашей, но, так же вкусная, как и у нас. Если хорошо готовят, то, готовят, как бы, и у нас хорошо готовят, и там. Главное, чтобы заведение было то, в котором качественно готовят. Ну, я, если поеду, я у тебя спрошу, что ты мне посоветовал. Я тебе посоветую, там есть места, там очень вкусно. Сейчас у меня одно заведение «Жизнь замечательных людей», это в Киеве, и как-то дядя, что-то, у какого-то там дяди, короче, забыл, как дядя, называется, там тоже. Ну, напиши, напиши, чтобы не забыл. Я тебе даже блюдо скажу, которое тебе нужно будет попробовать. Василий Сергеевич, вижу, второй раз машете, передаю тоже вам огромный привет. скажи, скажи, три главных критерия успеха Саши Усика. Вот на твой взгляд, ты спарринговался достаточно конкурентно, все вот, почему он на таком уровне абсолютный чемпион в круизер-вейтах был, сейчас в супертяжелом весе, олимпийский чемпион, вот в чем залог его успеха? Вера, вера в Бога, вера в себя, затем самоотверженный труд и, конечно же, в результате высококлассная техника и бешеная функционалка. Хорошее настроение, чувство юмора? Не без этого, да. У него всегда на самом деле очень такая позитивная атмосфера, в лагере, даже можно посмотреть там по его публикациям и когда мы были, всегда играет хорошая музыка, спарринги, все, знаешь, так на веселе, как-то все, все классно. В тренировочном процессе? Ага, говори, говори, говори. Ну, до тренировки посмеялись, после тренировки посмеялись, все, знаешь, так, все без напряга. Я говорю, и опять же, они очень хорошо так, ну, встречают, встречают, действительно, классно, любосольно. В тренировочном процессе вообще у себя, вот я понимаю, о чем ты говоришь, говорят, что шутки, веселье, хорошая музыка. Ты в Маяковском, ну, в Прокопьевске у меня такая же была, то есть там Виталий Викторович не обходится, где-то не подколоть, не пошутить, то есть там эта обстановка поддерживается. У тебя в зале, в твоем зале мечты или у Андрея Бупеса есть то же самое, то есть шутки, подколы где-то, хорошее настроение, либо это только серьезный лад, то есть видим цель, идем к цели. Нет, все так, знаешь, если ты будешь вот так вот постоянно загружен, это очень тяжело морально, поэтому мы приходим, улыбаемся, опять же, если я об этом говорю, что мне это нравится, что мне это близко, значит и у нас так же, значит и у меня будет так же, поэтому как бы у нас всегда так, знаешь, мы пришли, посмеялись там, где-то что-то поиграли, как и в Маяковске, мы приходили там, начинали там футбол погоняем сначала с Вахой и потом начинаем только тренироваться. Да, я согласен, что такой должен климат в тренировочном процессе поддерживаться позитивный, потому что на серьезных, как говорится, щах долго очень тяжело, да, и ты можешь не увезти. Давай, Лёх, будем короче, ну, на самом деле, знаешь, вот пишешь, иногда проговоришь с людьми быстро, у нас у меня полтора часа, еще вопросов столько, давай, будем коротенько стараться, скажи, ну, ты как раз о Саше сказал, о его жизненной позиции, то есть, ну, и вообще об атмосфере. Скажи, вот твоя жизненная философия, вот в чем заключается, тоже так, в трех словах, жизненная философия, девиз может, ну, вот как бы, вот ты свою, не карьеру, то есть, потому что, следующий вопрос будет, какой именно в карьере, в твоих тренировочных или поединках твой девиз, а вот девиз по жизни, девиз в карьере. Я даже не знаю, как его сформулировать, девиз по жизни. Смотри, ну, то есть, допустим, там, образно говоря, помогай людям, там, верь в себя, вот ты о вере много говоришь, то есть, будь честен с собой, ну, какие такие основные... Много, вот, да, то, что ты перечислил, наверное, вот это вот все, это, опять же, вера в себя, не самоуверенность, а именно вера в себя, опять же, поддержка близких, это очень важно. Семья, это основа, это твой тыл, от которого ты можешь оттолкнуться, и когда у тебя в семье все нормально, значит, у тебя будет отлично, у тебя есть огромная поддержка и огромный заряд. По мне, так, наверное, семья, это самое важное. И теперь... И теперь... Семья, это самое главное. С тобой в этом тоже согласен, потому что, знаешь, когда есть какие-то разногласия дома, там, в семье, имею в виду, там, за женой, это начинает сразу сказываться по всем фронтам нестабильность. И то же самое есть и с родителями, тоже какое-то там недопонимание возникает, какое-то... Тоже на иголках, поэтому климат такой домашний очень важен. И теперь спортивный. Вот какого бы ты написал, там, не знаю, фразу у тебя на шортах? Ну, чтобы более понятно было. Я ее написал еще очень давно. А, как? Она у меня подписана в Инстаграме и везде, в принципе, я ее всегда как бы говорил. Чемпион — это не звание, это стиль жизни. Ты должен быть чемпионом всегда во всем. Это не значит, что ты должен, там, если ты там, что ты делаешь, ты должен сделать это все обязательно лучше всех, там, ну, еще как-то. Может быть, у тебя этого не будет получаться, но ты должен стараться, ты должен стремиться делать все это качественно, делать это как лучше. Поэтому чемпион — это не звание, это стиль жизни. Должен быть чемпионом во всем. Отлично. Смотри, блин, смотри, не могу избавиться от этого слова. Все мы спортсмены, суеверно, но в большинстве своем. Может быть, кстати, ты таким не являешься, были ли у тебя приметы основные, и меня больше интересуют даже не приметы, а вот ритуал какой-то перед боем, знаешь, многие там, ну, кто-то, не знаю, там, молятся, кто-то там, я не знаю. Я вот после душа в ночь перед, ну, то есть, завтра боксирует, я принимаю душ, там, где-то там, концентрируюсь, потом выхожу, соответственно, зеркало запотевает, я пишу имя спортсмена и рисую себя такого человека палочку с поднятой рукой, то есть, у меня вот это всегда с именем соперника, знаешь, у меня такая визуализация. Вот у тебя есть, может, что-то подобное? Я теперь возьму у тебя, это тоже на заметку, буду тоже писать. Есть, да, есть много моментов, и правда, спортсмены очень суеверны, и я в том числе, несмотря на то, что верующий человек, все равно есть какие-то такие моменты. Ну, конечно же, я всегда молюсь перед боем, перед выходом на ринг, всегда читаю молитву, и перчатку всегда одеваю с правой руки, и на тренировках, и перед боем всегда с правой руки одеваю перчатку, то есть, вот как она у меня появилась. Я слышал, кстати, тоже у кого-то, ну, не помню, кто-то, по-моему, наоборот, слева одевает, то есть, это видишь тоже, у каждого по-разному, но, интересно, я теперь тоже у спортсменов буду задавать этот вопрос. Да, много таких моментов, которые ты, ну, сейчас я тебе вспомнить их не смогу, но, когда это происходит, знаешь, там, ты пируешь руки, там, или еще что-то перед боем, там, или идешь перед боем куда-то, знаешь, опять же, у нас всегда, там, я еще был ребенком, всегда присесть на дорожку, знаешь, у вас было такое, перед дорогой, да, все присели, помолчали там, сколько-то секунд, все, встали, пошли с Богом, и вот так, знаешь, оно у меня всегда было, и по сей день оно сохраняется. Знаешь, у меня как, изначально ребенком, то есть, их было вообще куча этих ритуалов, то есть, очень много, но потом ты какой-то, они как проходили, то есть, я от них избавлялся, что-нибудь сделаешь, но все равно какие-то неудачные бои были, то есть, ты проиграл в любительском спорте, все, так это не работает, вычеркнули там, знаешь, потом нас заставили на чемпионате Европы, ну, всех побриться, то есть, очень гладко все, уже, значит, ну, ты потом выигрываешь чемпионат мира или Европы, бритый, значит, там борода и усы, то есть, можно бриться, значит, это тоже не работает, и вот так вот, ну, как бы все меньше, меньше, меньше становится. Да, 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 к следующему. Тебе нравятся рубайки, ты в интервью говорил о рубайке, Гатти, Чавес, Тапи, это все такие, знаешь, ну, которые исповедят такое, разменные боксы, инфайты, но, да, но вот их век боксерский, он недолог, правильно, то есть, ну, они быстро достаточно стареют от таких боев, почему тебе нравится такой бокс, почему ты сам не, его не практикуешь, и как относишься к умному боксу, ну, больше, там, Майвезер, Али, ну, ряд других, там, что же можно выделить. Ну, как, Али нельзя сказать, что он так прям, он очень много ударов на себя принимал, очень много, то есть, даже, наверное, меньше, чем Гатти, там, пропускал за бой. Ну, здесь другое чутье можно, видишь, здесь можно как раз подискутировать, в том плане, что Али, вот, он тоже принимал на канате, даже в том бою с Форманом, на себя, но, как бы, поглощал их, то есть, не в инфайт вступтал, не в инфайт. Смягчал, смягчал их, да, но все равно. Нет, мне нравится, конечно, такой бокс, я знаю, что там, один момент, я помню, с Василием Сергеем Николаевичем, в Царстве Небесном, мы готовились на турнир имени Грекова, по боксу, я еще там, по юношам выступал, и вот я посмотрел фильм про Али, у меня была видеокассета тогда, и вот я посмотрел, не помню, кто-то мне дал ее, там тоже из клуба посмотреть, и все, я дома там двигался, как Али, все, и у меня настрой был, что я этот бой выйду и буду боксировать, как Мухаммед Али, то есть двигаться на ногах, буду расстреливать, и, кстати, может быть, у меня и получилось бы, вот, но Василий сказал, так, боксируешь вот так, вот так вот, и я вышел, у меня вообще все, главное, спутывалось, я получил конфеты, в легком бою, так что, знаешь как. Ну, а смотрите, ну, как бы всем смотреть нравится, инфайтер. Да, знаешь как, и опять же, я боксировал, когда за сборную института, по боксу, меня ругали за то, что я очень академично боксировал, то есть, я знаешь, там, Василий нас всегда учил, лучше нанеси один, и ни одного не пропусти, чем 90, 100 нанеси, и 99 пропусти, вот, как бы, я всегда, знаешь, как бы старался так же, вот, боксировать, чук-чук, аккуратно, хоп, появилась возможность, ударил, попал, то есть, я всегда вот так вот боксировал, но меня в институте начали за это ругать, давай там пожжёшь, чуть-чуть подзарубись, блин, ну, как так, Кочурин, у нас там фамилия тренера была, вот он меня чуть поругал, так, пожурил, но, хотя у меня там достаточно неплохо получалось, вот, но и откровенный бой, я на самом деле, сам люблю порубиться, мне очень это нравится, мне это очень близко, и, опять же, иногда соперник не позволяет этого сделать, да, то есть, там, ну, там есть какие-то спортсмены, которые либо избегают боя, либо просто неудобно, чтобы с ними там порубиться, подраться, вот, но всё же мне это импонирует, мне это нравится, это зрелищно, на это, на это люди хотят смотреть, а не то, что, как там Флойд, все 12 раундов, там, на задней передаче, где-то там двигается, обтирает, бабки, бабки платят, подожди, сейчас больше всего Флойду, в этом есть уникальность, понимаешь, я, кстати, тоже вот этот момент, я считаю, что очень много влияет, то есть, анализируя разные карьеры, то есть, просто кто-то говорит, я сделал себя полностью сам, ну, нельзя так сказать, Флойд, до того, как стал выбирать уже соперника, подбирать его в нужный момент, в нужное время, то есть, ну, он боксировал с лучшими, и с этим никто не спорит, но сколько раз он мог до этого проиграть, вот, там, разногласия у него было, там, в победе, ну, то есть, разногласия судьи, то есть, это 2-1. На мой взгляд, что он, Далахой проиграл. Кастильо, по-моему, там, тоже очень ровный поединок, и многие считают, что он выиграл, я, если не ошибаюсь, с фамилией. Суть в том, что не было бы, там, просто, было бы 2-1 не в пользу него, а 2-1, там, в пользу, там, Далахой или Кастильо, и все, то есть, уже нуля в графе поражения не было, да, Кастильо подтверждает, нуля не было бы в графе поражения, и он бы не был настолько уникальный, он бы не смог, там, в конечном итоге выйти на тот уровень. И вот, сечение обстоятельств, где-то, где-то, удача привела его к тому, что сейчас вот этот защитный бокс, да, он несмотримый, но он уникален по-своему, то есть, и, к сожалению, как ни крути, он выиграл лучших. И, живет такой защитный бокс, к сожалению, намного дольше, это на примере Хопкинса, вот, согласись, то есть, он всегда, он никогда в инфайт не вступал, и до 49-ти боксировал, то есть, вот, выиграл. Уникальный тип, как он с Коболем облоксировал в таком возрасте. Я вот про что и говорю, про что и говорю, что, видишь, здесь, ну, я понимаю, я тоже люблю смотреть, вот этот мексиканский, знаешь, они встали, там, Моралес, Баррера, то есть, эта трилогия просто уникальна, там, там, Пакьяу, Маркест, там, ну, как бы, еще старый бокс, там, Хаглер, Леонард, то есть, это все смотреть вообще очень классно и интересно, но я по себе придя в зал понял, что когда тебя бьют, это больно. Я не хочу пропускать, я вот как по системе Васильева, блин, забываю, вот что, Сергей Николаевич, абсолютно с ним согласен и сам всегда пытаюсь это тоже сказать, когда меня спрашивают, лучше попасть один и не пропустить. У меня голова одна, нравится мой бой кому-то или не нравится, это их дело, а мне-то потом после завершения карьеры еще жить, еще там детей там воспитывать, опыт передавать, а голова у нас одна, и я бы хотел не только в нее есть, а еще и думать иногда, и тоже, поэтому, а смотреть, я люблю инфайтеров, как ты, тоже согласен. Смотри, Лех, следующий вопрос, согласен ли ты, что бойца характеризует поражение, и, ну, давай вот на этот вопрос ответь, и мы перейдем более глубже. Ну, отчасти согласен, знаешь как, если, если ты проиграл, не сделал после этого выводы и не стал сильнее, значит, ты не был до этого сильным, значит, ты, ну, не был сильным, ты был действительно слабым. Ну, вот еще момент, который я хотел уточнить, видишь, я тебя тоже, а, нет, как раз, с Макабо я тоже, я хотел сказать, что видел только тебя, когда, хорошо быть, когда ты только выигрываешь, знаешь, быть понимающим, подойти, обнять соперника, сказать, ты красавчик, ну, сегодня я лучше, а вот, когда ты, ну, складываются обстоятельства, что ты терпишь поражение, и оставаться тогда человеком, не психовать, не винить там, всех других, а где-то на себя внимание обратить, это тоже очень хорошая черта. Согласен ли ты с этим, или у тебя другого восприятия? Нет, согласен, конечно, конечно, согласен, бывают, знаешь, такие моменты, но, слава богу, в профессионалах, по крайней мере, в боксе, у меня такого не было, что я там, как бы, меня где-то там прижимали, засуживали, еще что-то, вот, поэтому, в любом случае, как бы там ни было, даже если тебя там прижали, засудили, к сопернице есть при чем, как ты можешь, как ты к нему плохо относиться, у меня был такой случай, когда я в Монте-Карло боксировал с погонисом, первый бой, по кикбоксингу, я его дважды отправлял в нокдаун, в пятираундовом поединке, ему подняли руку, и я был, конечно, в шоке, я, ну, я пожал ему руку, все, то есть мы обнялись, там, все нормально, сфотографировались вместе, но у меня были вопросы к судям, то есть, почему так себя вели, но опять же, я там не кидался перчаткой, мне кричал, что вы там такие сяки, да, но я понимаю, что тут уже ничего не сделаешь, здесь вот взять мой крайний бой, когда я там проиграл Макабу, там, ну, несправедливо был отчитан нокдаун мне в последнем раунде, прям, ну, несправедливо никак, я прям подскользнулся, и садится батарея, эти гребаные надписи, Сереги Ковалева, то, что там написано, крашер, я на них подскользнулся, когда они намокали, они становились, скользкие, и просто он меня ткнул, там, даже кто видел этот бой, ну, я подскользнулся, вот, и там отчитали нокдаун, если бы не было этого нокдауна, судьи бы дали ничью, и, соответственно, тут же можно было говорить о матче-реванше, вот, для меня, конечно, это очень досадный момент, но это уже, знаешь, как, это так все, там, как бы, я понимаю, что я тот бой не выиграл, там были на то какие-то определенные причины, но я понимал, что я тот бой не выиграл, и после этого боя мы с Макабу, там, сидели, общались, там, есть интервью, где мы там с ним стоим вместе, после боя общаемся, где Гриша Дросск нам подошел, тоже с нами общался, затем мы сдавали вместе этот допинг-контроль, сидели в одной раздевалке, то есть, ну, нормально, и он нормальный, и я нормально, как бы, я все прекрасно понимаю, если ты адекватный человек, ты должен ко всему относиться адекватно, если ты проиграл, то ты проиграл, при чем здесь он, он молодец, он сделал свою работу лучше тебя, вот и все, значит, проблема к тебе, значит, ты должен становиться лучше. Скажи такой вопрос, ну, я думаю, ты на него отчасти ответил, самый отрицательный момент в своей карьере, который помог стать тебе лучше, вот, назовешь ли ты этот бой с Макабу, вот, сделали он тебя, ну, как бы, он был, то есть, отрицательный момент, он, так или иначе, он был, случилось то, что подняли руку не тебе, может быть, это раньше было, в кикбоксерской карьере еще какой-то, но тот момент, который случился, а потом, сделав работу над ошибками, ты стал лучше, вот, как ты считаешь, ну, давай, раз мы уже этот бой заторнули, сделали он тебя лучше, то есть, где-то, может, выводы, вот, которые ты точно понял, что больше вот такого не повторится, так-то, потому-то, потому-то. Тем, в первую очередь, хочу сказать, что, если у меня сядет батарея, не обессудьте, потому-то, что у меня там уже. Сколько процентов, сколько процентов, скажи? Там 9-8 где-то. Все, сейчас давай, блиц следующий. Значит, насчет момента, который сделал меня лучше, это вот первый бой с погонисом, я тогда после, там, очень серьезной болезни, с температурой 40 лежал, и за неделю до боя, из этой болезни, выкарабкался, очень сильно сдох в пятом раунде, прямо вообще у меня сил не было, но я бил в четвертом раунде, я еще отправил его в нокдаун, вот, бил, 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 в итоге я проиграл, и я каждый раз вспоминал, когда готовился, приехал к вам в Прокопьевск, каждый раз, когда я уставал, я вспоминал вот этот пятый раунд. Я думаю, мне, короче, прямо через не могу уже пахал, и то есть вот это вот меня, знаешь, как-то замотивировало, и я стал становиться лучше, и опять же здесь сейчас, за счет поражения там от Макабу, да, я приобрел колоссальный опыт, я приобрел колоссальный опыт, опыт, как всегда говорится, самый лучший учитель, это опыт, берет дорого, но объясняет доходчиво, да, он взял дорого, да, как бы, то есть, сильно это, появилась, цифры единичные, в графе поражения, вот, но я приобрел действительно колоссальный опыт, и сделал соответствующие выводы, сейчас я работаю, тренируюсь, и всегда понимаю, над чем мне нужно работать, то есть, были там какие-то более-менее сложные поединки, там более-менее сложные спарринги, из них я делал выводы, но здесь, здесь прям мне конкретно все обозначили, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот ты не доработал, здесь у тебя пробел, здесь пробел, вот над этим нужно работать, и поэтому я думаю, что в любом случае, это сделает меня лучше, когда я вновь выйду на ринг. красавчик, очень хорошие слова, многие, в принципе, и подтверждают, там, в комментариях, пишут, в любом случае, ждем, если даже реванш не получится организовать, я думаю, что те выводы, которые ты сделал, они будут только, сделают тебя сильнее, и которые приведут тебя к титулу, да, вот такой вопрос, и потом быстренький блиц, супер серия, вот, тортика с Бриедис, Бриедис, насколько я понимаю, по-моему, тоже у него база кикбоксерская, нет? Я с ним даже один раз в одной восьмерке должен был боксировать на турнире СССР, то, что проходит на Истре, но тогда я там травмировал, как бы, у меня была там небольшая травма, вот, в связи с этим мне не удалось себя боксировать, он проиграл тогда Пашу Журавлеву в финале, сначала он Пашу отправил в нокдаун, потом Паша его он локаутировал, вот, когда там бой так закончился, Паша в итоге выиграл эту восьмерку, там, восьмерка за один день проходила, вот, да, он был в прошлом кикбоксер. Ну, это, кстати, мне бы интересно был бы в бой посмотреть, меня вообще радует то, что там Саша Поветкин имеет кикбоксерскую базу, там, Владимир Кличко, ты, ну, очень много кто пришли из кикбоксинга, а потом все, ну, Гриша Дроз, из тайского бокса приходит и в боксе тоже доказывает, меня это очень радует тоже. Кто фаворит Дортикос, Бриедис, на твой взгляд? Я думаю, что 60 на 40 в пользу Бриедиса. Из-за бойцовского IQ больше, я так понимаю. Да, именно Бриедис такой, действительно, хитрый, он, знаешь, такой, изворотливый, но и может очень жестко ударить. Дортикос, он более такой прямолинейный, вот идет эти сыпят, сыпят, сыпят удары. Я думаю, что Бриедис все-таки обхитрит его либо ударит, либо просто перебоксирует. Все, Блиц, давай, выдели, на твой взгляд, лучшую эру для тебя, боксерскую. Али Форман Фрезер первое, второе, Тайсон Холифилд Льюис и третье, Фьюри Уалзер Джошуа, но это уже современники. Если надо, повторю. Майк Тайсон. Тайсон Холифилд Льюис. Окей. Ну и такое, топ-5 кикбоксеров современников, не современников, давай, вот, ну, топ-5 кикбоксеров, каких хочешь. Потеряли Алексея, походу, эх, на самом интересном месте. Ну, села батарея у Алексея. В любом случае, кто был с нами сегодня отключен. Отличный эфир, блин, классно пообщались. Даже для телефона. В любом случае, я думаю, вы много для себя услышали. Кто не посмотрел весь эфир, такой, как Станислав Рашидович Макеев, можете перейти в Телеграм или в Ютуб и посмотреть там эфир. Эфир интересный, поговорили о беге, поговорили о тренировках, о боксе поговорили. Алексей Елисович очень, очень искренний парень, отличный боксер, ему большое пожелаем удачи. В дальнейших поединках, я думаю, что скоро он засверкает на самом высоком уровне. Ему только терпение, здоровье. Василий Сергеевич, еще один раз привет вам в Междуреченске. И всем спасибо, кто был сегодня с нами. Завтра новый гость, новый интересный человек. Каждый день взяли такой марафончик, 30 дней, 30 дней интервью. Так что вам спасибо, кто посмотрел интервью от начала до конца, кто не посмотрел, переходите в Ютуб, в Инстаграм, в Ютуб, в Телеграм и смотрите там. И, ребят, если есть у вас интересующие вопросы, задавайте. Стас, буквально вчера вышел Виталий Юрьевич на связь, сказал, что да, будет интервью, попросил чуть накидать вопросов, чтобы быть готовым к интервью. Очень ответственный человек, но главный тренер сборной России по тайскому боксу не может быть неответственным, поэтому да, будет Виталий Юрьевич, я с ним очень хотел пообщаться и жду от тебя тоже каких-то вопросов, которые ты бы хотел ему задать. Поэтому всем спасибо, кто был сегодня. Я передаю всем большой привет и большое спасибо Увидимся завтра. Мой ты форева!